Безопасность и честность превыше всего. Такой фразой можно характеризовать подход к проведению государственной итоговой аттестации в Севастополе. Пройти в класс со шпаргалками или новомодными гаджетами не выйдет. Черная иглевая ручка, паспорт и немного еды, чтобы перекусить. Вот все, что можно иметь при себе по ту сторону металлодетекторов. Все пункты оборудованы, вы видели, видеонаблюдение, все, что должно быть. В этом году у нас онлайн-трансляция идет, сейчас можно посмотреть, как ребята уже сдают. Подготовка проделана очень большая и основная задача, на самом деле основная задача, чтобы ни у кого не было даже капли сомнений, что экзамен проведен честно. Воспитанники севастопольских школ прибывали на пункт прохождения экзамена за час до его начала. Многие посвятили подготовке все свободное время. От результатов работы зависит их будущее. На самом деле за пару дней до самого экзамена я целыми днями, ну вот вечером, особенно перед сном, тяжелой засыпательствой, нервничаю, переживаю. Ну я проснулась, повторила тему, глаголы, времена, собралась и пошла в школу. Настрой положительный, я думаю, что это там, я уверена в себе. Ночами готовилась, вообще не ожидали, чтобы не сдавать именно ОГЭ, думали, более облегченную версию. Но потом сказали, что проще будет сдать ОГЭ и, блин, это так волнительное, я не знаю. Удачи севастопольским школьникам пожелал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. Самое главное, будьте уверены в себе и все у вас получится. Я сам на себе это чувствую, как родитель, потому что у меня сын тоже сдает, 11 класс закончил. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы у вас оценки были хорошие и чтобы вы уверенно потом поступили в те вузы, которые хотите, конечно, окончив 10-11 класс, естественно. Так что удачи! Место проведения экзамена ребята узнают заранее, в своей школе, вплоть до номера аудитории. За 15 минут до начала экзамена они проходят инструктаж по правилам проведения тестирования. Примерно в это же время представители государственной экзаменационной комиссии распечатывают бланки для ответов и задания письменной части. Какие вопросы будут в тесте, заранее не знает никто. Задание и бланки для ответов. Все необходимые условия предоставляются и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Экзамены они сдают в отдельных аудиториях, оборудованных согласно потребностям учащихся. В пункте, где мы находимся, ребенок с УВЗ, ему предоставлено условие, это полтора часа дополнительного времени на письменную часть и до 45 минут полчаса говорения. Я учусь в билингвальной гимназии, с пятого класса изучаю французский язык, поэтому как-то еще в начале года была уверена, что сдаю французский. С начала года мы с нашей учительницей готовились на протяжении всего года. Волнительно, но я надеюсь, что все сдам. По такой же процедуре севастопольским девятиклассникам предстоит сдать еще три экзамена, среди которых два обязательных – русский язык и математика. Этот опыт им пригодится в дальнейшем, ведь уже через два года им предстоит писать похожий тест – единый государственный экзамен. Кирилл Поподний с Александрович, Севинформбюро.